Здарова! Сегодня у нас топ игр, которые несмотря на свою простоту и некоторую угловатость, рисуют невообразимые образы и навсегда остаются в наших сердцах. Это топ пиксельных игр! Я даже представления не имел, как его оформить, а потому будет как есть. Так что поехали! Вот скажи мне честно, что бы ты сделал, если бы тебе потребовалось убить злую волшебницу, освободить принцессу и из подручных средств была бы только лопата? Лично бы я нашел оружие посильнее. Хотя кому я вручу? Нашел бы принцессу, которую не нужно спасать, да и делу. А вот герой Шавлк Найт так просто не сдался. Взял лопату в руки и отправился навстречу приключениям. Особенность этого платформера в том, что он стал лучшим не только на мобильной, но и на всех платформах за всю историю жанра вместе взятых. Соединив в себе лучшие 16-битных игр, Шавлк Найт стала настоящим шедевром. Тут нашлось место не только отличному аркадному геймплею, но и обширным возможностям апгрейда оружия и брони под индивидуальный стиль прохождения каждого игрока. В игре потрясающая музыка, великолепная пиксельная рисовка, куча секретов, интересных уровней, бонусов и боссов. Нет, это не просто очередная аркада с олдскульной стилизацией. Попробуй сыграть пару минут и готов поспорить, оторвать тебя будет невозможно. Представь, что ты квадрат, и каждый твой шаг добавляет по-новому пикселю. И ты не успеваешь глазом моргнуть, как весь мир вокруг тебя становится невероятно красивым и красочным. Представил? Признавайся, что курил. Иволэнд, игра, в которой соединилось множество жанров идей. Это РПГ, которая умудрилась показать весь путь видеоигр от самого начала до сегодняшних дней. Как это принято в РПГ, зло поработило мир и нам его спасать. Вот только начинать мы будем с монохромного пиксельного мирка, лишенного даже звуков. А закончим красочной 3D-РПГ, напичканной кучей экипировки, индикаторами голода, сна и тому подобным. Найденные сундуки будут все больше привносить что-то новое в мир, делая его все красочней и проработанней. Иволэнд – это великолепный и необычный проект, стебущий другие игры подобного жанра и привносящий что-то новое, являясь настолько старым. Слушай, как называется такая штука, когда... Просыпаешься непонятно где, непонятно как там оказался, абсолютно голый и не знаешь куда тебе идти. Нет, не похмелье. А, случайная генерация мира. Пиксель Данжен – это лучший представитель жанра рогалик на андроид-платформе. Игра, в которой смерть – это неизбежное и постоянное явление, после которого тебе придется снова оказаться ни с чем в новом, случайно сгенерированном мире. Любые зелья или пайки тебе придется опробовать на себе, а иначе ты не узнаешь их волшебных свойств или не умрешь. И не думай, что после смерти ты будешь более знаком с миром. Все, что до этого было безопасно или опасно, перемешается, и ты снова будешь умирать. С каждым уровнем ты будешь спускаться все ниже в подземелье. Твой уровень будет становиться все выше, а ловушки и противники все опаснее. Так что, если хочешь настоящих испытаний, Пиксель Данжен тебе их предоставит. Слушай, а у тебя все в порядке с головой? Да? А хочешь тогда принять участие в экспериментальной терапии острой душевной недостаточности? Тогда у меня есть товар для тебя. Супер Бразер Сворд энд Сворсери – игра-эксперимент, в которой тебе потребуется смотреть, слушать и думать. Впервые на моей памяти мне встретилась игра, которая сама говорит, когда мне отдохнуть, а когда в нее вернуться. Впервые решение загадок зависит от фазы Луны в реальной жизни. И думаю, также впервые тебе доведется сражаться с треугольниками. Супер Бразер С – это великолепная квестовая сказка, которая придется по душе тем, кто любит что-то необычное, новое и уникальное в своем роде. Это игра с душой. Представь, просыпаешься ты утром от звука автоответчика, который сообщает тебе, что у тебя на пороге оставили печенье, состав которого ты должен срочно изучить. А в коробке ты обнаруживаешь маску петуха и заказ на убийство. Но в такой, казалось бы, странной ситуации наш герой не растерялся. Собрал вещички и выехал на заказ. В игре Hotline Miami тебе предстоит выполнять много таких заказов. Так что все будет залито кровью. Стены, мебель, кулаки, бита, которую ты запустишь в сутенера, после того, как размажешь ей голову охранника. Помимо холодного и огнестрельного оружия, герой будет надевать маску животного на выбор, которая будет наделять его особыми умениями. Каждый сможет найти маску под свой стиль прохождения. Ведь кому-то по душе пройти игру в стелсе, а кому-то хочется разрядить обойму вне друга. Каждый уровень Hotline Miami сопровождается великолепной кислотной музыкой и психоделическим сюжетом, которые в совокупности с динамичным геймплеем создали настоящий шедевр, поставивший запятую в истории пиксельных игр. А на сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось.